Доброе утро, коллеги! С вами Исаков Роман, и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар индексов на предстоящий день. Пятница, 15 декабря, и давайте посмотрим, чем у нас завершается текущая торговая неделя. Начнем, как всегда, с пары евро-доллар. По паре евро-доллар мы видим на текущий момент продолжение восходящего движения. Вчера доходили до отметки 1.18.62. Для роста следующая цель это область 1.19.50. Сейчас мы торгуемся вблизи минимальных значений четверга. В том случае, если пара сможет закрепиться ниже отметки 17.70, это минимум, который был зафиксирован вчера, то уже вероятно развитие нисходящего сценария коррекции по данной паре. Ну а полноценный разворот, точнее уже возобновление продаж мы сможем увидеть после ухода ниже отметки 1.17.25. Пара британский фунт и американский доллар продолжает свое восходящее движение. Ближайшие цели это закрепиться выше максимальные значения, которые мы видели вчера, отметка 1.34.64 и далее уже пойти на 1.35.47. Ближайший разворотный уровень находится на минимальных значениях вчерашнего дня, это отметка 1.33.91. Пара американский доллар, канадский доллар продолжает свое нисходящее движение. Сегодня торгуемся вблизи отметки 1.27.13, это минимальное значение, которое было зафиксировано вчера. Именно там уже находится и ближайшая цель на сегодня, то есть закрепиться за этим уровнем и далее уже пойти на 1.26.20. Ближайший разворотный уровень находится на максимальных значениях четверга, это отметка 1.28.65. Пара американский доллар, японская иена также продолжает свое нисходящее движение. Ближайшие цели это движение ниже отметки 1.11.98 минимум, который был вчера и далее уже на 1.10.82. Ближайший разворотный уровень мы можем отметить на максимальных значениях четверга, это отметка 1.12.87. Пара австралийский доллар, американский доллар также продолжает свое восходящее движение. Ближайшие цели на сегодня это во-первых остаться выше отметки 76.79 и далее уже пойти на 77.25. Ближайший разворотный уровень мы можем отметить на минимуме, который был зафиксирован вчера в области 76.26. Еврофунт вчера обновил минимальное значение за торговую неделю, закрепились ниже отметки 87.81 минимум, который был зафиксирован в среду, что нас возвращает в фазу снижения по данной паре с ближайшими целями, это на 87.53 и 86.88. В свою очередь, если мы увидим закрепление выше максимальной значения, которое мы видели на этой неделе, именно в область 88.32, то уже вероятно возобновление покупок по данной паре. Золото продолжает свое восходящее движение, которое у нас началось несколько дней назад и ближайшие цели это уйти выше отметки 1260 долларов за тройскую унцию, затем в следующей области 1280 и 1296. Возврат к продажам по данной паре произойдет в том случае, если мы увидим закрепление ниже отметки 1250 долларов за тройскую унцию. Нефть марки Brent продолжает свое нисходящее движение. Сегодня торгуемся вблизи максимальных значений, которые мы видели вчера на отметке 63.82. Если нефть удастся закрепиться выше этого уровня, то уже вероятен возврат вновь к покупкам с целями движения на 66.49. Ну а по нисходящему сценарию ближайшие цели это область 62.34 и далее уже движение на 60. По индексу DAX вчера мы смогли закрепиться ниже минимальных значений среды, ушли ниже отметки 13074 и доходили до минимума в области 13010. Мы на текущий момент продолжаем свое нисходящее движение. По индексу DAX это развитие сохраняется. Ближайшие цели это уйти ниже отметки 12989 и пойти на 12800 и 700. Возврат к покупкам по данному инструменту мы сможем отслеживать после обновления максимальные значения, которые мы видели вчера в области 13161. Биткоин продолжает свой рост. Сегодня были уже локальные максимумы. Это отметка 17514 долларов за один биткоин. Пока коррекция и не думала начинаться по данному инструменту. Ну а коррекцию все-таки мы сможем уже идентифицировать в том случае, если по биткоинам увидим торговлю ниже отметки 16000 ровно. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание. С вами был Исааков Роман. Желаю хорошего завершения торговой недели и увидимся уже на неделе следующей. Всем желаю хорошего торгового дня и до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok